Они как будто шагнули в наши дни из пушкинского времени, когда литература была недосугом, образом мысли. Ученики 64-й школы рассказывают, свое выступление готовили, тщательно сверяясь с эпохой. Костюмы, аксессуары и даже жесты – все как на страницах Евгения Онегина. Мы решили окунуться в ту эпоху, обыграть визитки, вот именно это, ну такое состояние поэтической легкости, воздушности. И решили взять именно вот такую хронизацию. В борьбе за кубок схлестнулись 10 команд со всех районов города. Те школы, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в чемпионате. Испытания самые серьезные – составить стихотворный диалог двух известных персонажей, сочинить акростих, прочесть стихотворение самарского поэта. Главная задача этого чемпионата – найти и поддержать талантливых творческих ребят, которые пишут, которые занимаются литературным творчеством, которые хотят писать. И после вот таких чемпионатов, как правило, в городе происходит даже небольшой всплеск активности в литературной жизни, потому что ребята понимают, что их творчество нужно не только им и их близким и родным, но в принципе оно востребовано и другими людьми, даже иногда совершенно чужими. Новые имена в самарской поэзии звонко прозвучали в конце турнира. Лучшими в поэтическом состязании стали ребята из 48-й школы. Кроме памятных призов, которые вручали всем участникам, победители получили из рук судей вот такой расписной кубок. Мы очень старались, на самом деле мы даже не думали, что мы победим, потому что вот на четвертьфинале, на полфинале мы как-то выступили, ну, с относительным успехом, а тут мы, наверное, все-таки выложились, ну и я все-таки считаю, что наше собственное стихотворение тоже как бы дали о себе знать. Поэтический турнир проходит в Самаре шестой год подряд при поддержке городской думы. Каждый раз в чемпионате участвует порядка 40 школ, некоторые представляют на конкурс несколько команд. Организаторы говорят, год за годом смотреть на школьников становится все интереснее, а вот оценивать их сложнее. Подрастающее поколение интересуется буквально всем. Это и духовное, и физическое развитие, и патриотизм. Поэтому сегодняшнее мероприятие, ну, это хорошее мероприятие, от которого я ожидаю наслаждения, в первую очередь, да, посмотреть талантливых детей и все-таки порадоваться вместе с ним. Когда кубок «Новые имена» нашел своего обладателя, на поле литературной битвы вышли юные гуру самарской поэзии. В финале чемпионата встретились пять школ. Команда Екатерины Карповой из 90-й школы удивила зрителей древнегреческими образами. Я калиопа, я муза эпической поэзии. Поэзия – это выражение души человека, это сама душа человека. И через поэзию человек выражает свою истину. По результатам конкурса на высшей ступеньке поэтического пьедестала оказалась команда из 55-й школы. Но по традиции жюри отметит всех талантливых ребят. По итогам чемпионата выйдет сборник с лучшими стихами школьников. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Алина Чемерисом